Совет Евросоюза утвердил переход Хорватии на единую европейскую валюту. В начале следующего года эта страна официально станет 20-м членом еврозоны. Это происходит в несколько неблагоприятное время для Союза, где галлопирует инфляция и растет стоимость жизни. Многое в Хорватии может подорожать в результате округления цен при пересчете с местной куны на евро. Тем не менее, это знаменательное событие для бывшей Югославской республики, переживший вооруженный конфликт в конце прошлого века и вступивший в ЕС в 2013 году. Это большой день для Европейского Союза и для Европейского валютного союза, сказал министр финансов Хорватии Здравко Марич. Тот факт, что наша страна станет 20-м членом еврозоны, также является четким сигналом о продолжении европейской интеграции, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это сильное, позитивное послание всем нашим гражданам, всем нашим клиентам и всем нашим рынкам. Такие геополитические факторы, как война в Украине, привели к ослаблению единой европейской валюты. Евро находится сейчас впервые за 20 лет на одном уровне с американским долларом. Сотрудник германского фонда Маршалла считает, что вступление Хорватии в зону евро окажет стабилизирующее влияние на экономику и политику обеих, облегчит инвестиции и снизит обменные издержки. Очевидно, что такая страна, как Хорватия, которая недавно сама пострадала от гражданской войны и крупных разрушений, теперь становится полноправным членом внутреннего ядра Европейского союза, сказал Якоб Киркегор. На мой взгляд, в среднесрочной и долгосрочной перспективе хорваты выиграют от гораздо более низкого уровня инфляции, от денежной стабильности, более низких процентных ставок и, конечно же, от политического влияния, которое членство в зоне евро дает вам, в отличие от тех, кто не является членом. 1 января представитель Хорватии станет полноправным членом Совета управляющих Европейского Центробанка. Обменный курс установлен на уровне 7,5 кун за 1 евро. Вот так вот.